Здравствуйте! С новостями города Латкарина. Сегодня познакомлю вас я, Валерия Федотова. Смотрите в итоговом выпуске. Важная мера поддержки молодых семей нашего города. В минувший четверг состоялась церемония вручения латкаринцам денежных сертификатов на приобретение недвижимости. В Латкарине стартовала кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Все подробности в этом выпуске. Любой гражданин, независимо от того, проживает ли он на территории Латкарина, зарегистрирован или не зарегистрирован, может быть даже в гости приехал, может зайти и записаться на вакцинацию. Новые победы баскетболистов команды «Кристалл». Расскажем об итогах игры с командой Сергеева Посада, прошедшей в минувшие выходные. В Центральном парке нашего города для самых юных латкаринцев и их родителей прошла экологическая акция помощи диким животным. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь! Социальную поддержку на приобретение жилплощади получили молодые семьи города Латкарина. Подробнее в материале Максима Белозерова. В условиях постоянного повышения цен на недвижимость одной из самых актуальных проблем у молодых семей является приобретение собственного жилья. 13 января глава городского округа Латкарина Константин Кравцов вручил нуждающимся семьям сертификаты на получение социальных выплат для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома на территории Московской области. Я также хочу пожелать нашим латкаринским семьям, в первую очередь, чтобы в ваших семьях, в ваших квартирах всегда царил уют, и ваши стены были наполнены счастьем. Пожелать успехов, пожелать удачи. Для нас очень важно, и мы надеемся, что все эти сертификаты будут реализованы на территории нашего городского округа. Потому что у нас очень важно, когда в нашем городе рождаются новые семьи, когда чтут традиции, чтут память нашего города, зарождаются трудовые династии на наших предприятиях. Но, безусловно, мы родимся своими жителями и с своей стороны делаем все возможное, чтобы в нашем городе, в первую очередь, вам было спокойно. В этом году социальную выплату получили 7 латкаринских семей на общую сумму порядка 4,5 миллионов рублей. Социальная программа обеспечения жильем молодых семей, созданная в поддержку нуждающегося населения, действует в нашем городе уже 15 лет. За это время подобная помощь была оказана 145 семьям латкаринцев. Денежные средства на субсидии поступают из федерального, областного и муниципального бюджетов. Для того, чтобы стать участником данной соцпрограммы, нужно собрать определенный перечень документов и подходить по нескольким критериям. Основных условий всего три. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и иметь собственные средства, достаточные для приобретения квартиры в части, превышающей размер социальной выплаты. По словам самих латкаринцев, данная программа – это огромная поддержка и подспорье молодым семьям. «Сертификат потратим на приобретение недвижимости, на квартиры в городе Латкарина, конечно, в нашем любимом городе Латкарина. Многие считают, что это фантастика, но на самом деле фантастики никакой нет. Надо пробовать всем, не останавливаться на месте и добиваться. На самом деле все думают, что такая программа – это чудо. Я не знаю, как это сказать. Не верят, что она на самом деле помогает или работает вообще. Среди ребят интересовался. На самом деле она работает. И для меня, для нашей семьи, она огромную роль играет. Максим Белозеров, Денис Павлов. Новости Латкарина. Желающих латкаринцев приглашают сделать прививку от коронавируса в поликлинике номер 2, которая доступна жителям с января этого года. Подробнее о вакцинации в материале Анастасии Харченко. С января этого года для каждого жителя города Латкарина стала доступна добровольная вакцинация от коронавируса, которая проходит в поликлинике номер 2. К прививочному кабинету организован отдельный вход с левого крыла, а рядом располагается кабинет терапевта. В декабре 2020 года вакцинацию уже прошли некоторые сотрудники здравоохранения, образования, ЖКХ, внутренних дел, транспорта, МФЦ и администрации города. На данный момент добровольно привились более 80 человек. Коронавирус никуда не делся, он также продолжает шествовать по стране. Может быть, немножко мы для себя заметили некое снижение количества зоов. Врачи почувствовали, по крайней мере, что им было немного полегче работать в этот момент. Но связано это, мы больше связываем это с тем, что люди выехали на дачу. Но сейчас люди возвращаются, сейчас количество зоов у нас приходит на свой до праздничного уровня. Получилось так, что мы реализовали всю партию вакцины, которая у нас была поставлена. Соответственно, у нас уже есть иммунная простойка. Мы можем об этом говорить среди группы риска, среди учителей, среди врачей. Доступ к вакцинопрофилактике открыт для всего населения. Значит, на сайте госуслуг, либо на портале госуслуг Московской области, либо позвонив по телефону 122, любой гражданин, независимо от того, проживает ли он на территории Латкарина, зарегистрирован он или не зарегистрирован, может быть, даже в гости приехал, может зайти и записаться на вакцинацию. С января привиться российской вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК смогут и латкаринцы старше 60 лет. Саму процедуру значительно облегчили. Теперь перед прививкой не нужно сдавать тестирование на наличие или отсутствие антител. Единственное, что требуется от желающих, записаться на вакцинацию. Набираете вот такой адрес услуги.мосрек.ру. Дальше, для того, чтобы записаться на вакцинацию, есть два варианта. Первый, вы спускаетесь ниже, находите услугу сервиса. Значит, здесь надо полистать и найти вариант вакцинации на COVID-19. Внизу будет ссылочка «Записаться». Второй вариант, еще ниже пролистать, где написано «Услуги по темам». Выбираете вкладку «Здравоохранение» на самом верху. Здесь шесть услуг предоставлено. Здесь тоже находите вот эту вкладочку, называется «Вакцинация против COVID-19». Но прежде чем записаться, вам надо будет авторизоваться. Для того, чтобы авторизоваться, вам надо будет ввести номер вашего полиса и дату рождения. Все, больше ничего вводить, никаких документов не надо. Ни паспорт, ни СНИЛС, ни фамилии, имя отчества. Достаточно номер документа и дату рождения. И когда вы нажимаете на этот параметр «Записаться», выпадает сразу возможность записаться на вакцинацию. Выбираете нужный вам день, выбираете время, допустим, 12.48. Он вам предлагает подтвердить то, что вы хотите записаться именно на эту дату, на это время. Указывает вам, где это будет происходить, наименование поликлиники, адрес. Ввели более удобный способ для записи к врачу. Это единый номер по всей Московской области. Номер называется номер 122. Значит, позвонив по этому номеру телефона, вы также попадаете в единый колл-центр губернатора. Там есть возможность как поговорить с оператором, так и записаться через робота. Вам потребуется иметь при себе только страховой полис и знать дату своего рождения. Еще один способ записи – это, находясь в поликлинике, спускаясь в холл, вы всегда видите наличие в каждой поликлинике, либо это женская консультация, присутствуют такие красивые ящики со светящимися экранами. Называются они, словом, информаты. Значит, эти информаты позволяют нам произвести запись тем лицам, которые не имеют возможности дома записаться. Или у врача-терапевта, будучи на приеме, у врача-терапевта, у врача-специалиста, то же самое. Вы можете попросить, чтобы врач осуществил вам запись на вакцинацию. Обязательной частью предпрививки является осмотр у терапевта на наличие противопоказаний. Вакцину нельзя вводить беременным, кормящим матерям, аллергикам, людям с острыми инфекционными заболеваниями или хроническими в стадии обострения. После прививки гражданин в течение 30 минут должен наблюдаться у врача. Отметим, что 3 дня до и после прививки рекомендовано воздерживаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок. Двухфазные вакцины. Первая фаза проводится в день вакцинации, когда вам врач назначил. Вторая фаза строго через 21 день. Есть небольшие вариации, что 1-2 дня. Всякое в жизни бывает, что через 21 день ты можешь оказаться в такой ситуации, что ты не смог подойти. В любом случае, когда первая вакцинация вам проведена, врач вам оговаривает срок следующего вашего визита, срок и дату, и время. К какому времени надо подойти. Информация о привитых гражданах заводится в федеральный регистр. После этого каждый пациент может получить сертификат вакцинированного. Планируется, что в будущем он позволит привитым уткаренцам расширить перечень возможностей по передвижению. Привитые жители, в том числе и учителя гимназии номер 4 Евгения Шевякова и Татьяна Шарапова, рассказали нашей съемочной группе об их опыте вакцинации. Откуда вы узнали про вакцинацию? С телевизором, конечно. То есть по телевизору? С телевизором. А не боялись ли вы идти в вакцинацию? Нет. Нет. А вы считаете, что всем жителям вакцинации нужно обязательно в порядке вакцинироваться? Нет, я считаю. Врачи считают, что нужно съемить процент населения страны. Соответственно, вот такая на 70%. Про вакцинацию сейчас очень много говорят в средствах массовой информации. Конечно, узнала об этом. И опасения насчет прививки, конечно, были. Но болезней я опасаюсь гораздо больше. Это прививка из двух частей. 16 декабря мы сделали первую прививку. И потом повторная. Это получились праздничные дни. Мы делали 5 числа. Я думаю, что мы должны думать о своих близких. И, конечно, очень много было случаев заражения в городе. Болели дети в школе. И очень бы не хотелось, чтобы из-за нас страдали наши близкие. Поэтому я думаю, что да, нужно делать такие прививки. Мы получили паспорт вакцинации. Мы делали прививку 5 числа. Можно было подождать в этот же день. Но мы пришли, забрали без проблем. На следующий день подошли в кабинет. Нам выписали этот документ. И на госуслугах получили подтверждение, что такой паспорт у нас есть. Это очень удобно, да, конечно. Я пришла в медицинское учреждение. Там специально отдельно все сделали. Вход и все разметили для тех, кто приходит на вакцинацию. Мы, прежде чем непосредственно делать саму вакцину, нас обследовал врач. Мы все досконально ей рассказали, как мы себя чувствуем. Какие у нас есть заболевания, может быть, есть и хронические. Ну и, собственно, после допуска к врачу пошли уже делать непосредственно саму вакцину. Все сделали очень быстро и качественно. Вторая фаза была через 21 день. Мне тоже позвонили, напомнили о дате, времени, назвали все. И также вот в каникулы я пришла и сделала абсолютно спокойно тоже с обследованием врача перед этим. Вот мы заполняли анкету о своем самочувствии, как мы восприняли первую часть. Ну и тоже, соответственно, пошли на вторую. Первую вакцину я, можно сказать, вообще практически не заметила. То есть первую часть. На работе спокойно отработала день. И, в принципе, ни температуры, ничего такого за собой не заметила. И дальше на протяжении 21 дня, в принципе, абсолютно спокойно себя чувствовала. После второй вакцины у меня на сутки поднялась температура. Я просто пила. Нас предупредили, что такое может быть. Это нормально. И что, если что, можно пить процетамол. Ну, я просто пила много воды, чаю. И, в принципе, через сутки температура упала. Все, я снова себя прекрасно чувствовала. В принципе, отношусь положительно к вакцинации. Считаю, что лучше сделать. Не вижу каких-то проблем, если организм вот так, ну, как принято говорить, потренируется перед боем, можно так сказать. И, в принципе, я бы сказала, что да, можно делать. То есть каких-то осложнений или плохого самочувствия или каких-то проблем я за собой не замечаю. Анастасия Харченко, Алексей Юстинов. Новости Латкарина. Выход на лед всегда опасен. Не играйте и не катайтесь на льду водоемов. Зимняя рыбалка требует особо прочного льда. Менее опасный лед от 10 сантиметров. Прозрачный, зеленоватый. Опасные места темнее и слабее в 2-3 раза. Непрочный лед у берега, в местах быстрого течения, бьющих ключей. Не испытывайте лед на прочность с помощью прыжков и ударов. Лед слабеет уже через 3 дня с плюсовой температурой. Чтобы не было беды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА